Здравствуйте, уважаемые товарищи! В эфиры диванные новости. Персик, сколько можно бракать? Ух, сейчас я тебе задам! Персик, ну-ка, ну-ка, пристань! Персик, персик, хорошо! Сейчас я тебе задам! Ой, что-то ты мне задаешь! А-а-а, персик, не задавай мне! Гуляется собака и гуляется! Хай гуляется! Что у меня подушек? Это их мало! Реквизитор! Фу! Кощумер! Хороший персик! Гуляйся, я тебя не обижаю! Кощумер! Кощумер! Короче, Кощумер! А пошли спинжак пропил! Буду вещь и так! Противность российских законотворческих мастерствов не сбавляя оборотов. Сенаторы одобрили законы об фейковых новощах и оскорблений их же уладов. Теперь, когда критикуешь власть, попадаешь на штраф по первому закону, а когда хвалишь по-другому, усмехаясь, прокомментировала актуальный мем-председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Забавный факт законы, утверждающие зараз, а народ, отвечу Матвиенко, еще 8 годов назад. Да пошла ты, Ханку Матвиенко, я наобъехал наивь. Вот все, что я об этом думаю, блин. А более... Когда ж ты нажрешься, тварь, блин. Новина, яка не имея ничего общего с попередней. Лукашенко подписал концепцию информационной безопасности Белоруссии. Для непонятливых у пресс-службе президента доступно этим простым языком объяснили, что это. Зачитываю. Это система официальных взглядов на сущность и содержание обеспечения национальной безопасности в информационной сфере, в которой определяются стратегические задачи и приоритеты в области обеспечения информационной безопасности. Меня не понял. Ну, очень интересно. Это же совсем не означает, что залайки будут сажать на бутылку, а прессу затиснут. Правда, Александр Георгиевич? После беспощадного вознищения прозападного сыра Россия перекинулась на белорусских мигрантов. Под репрессией духовно-скрепной таможни попали 640 килограмм белорусских свершков, яких везли без надлежащих документов. Хомячки, черепашки, вожики и прочие питомцы останутся без корма. Это ничего, зато граница на замке. Костью в горле для жихарки Речицы, яка пыталась уратоваться от кости в горле, стала местной медицина. Ни поликлиника, ни больница, райцентра с задачей не справились. Каб уратоваться супругу, муж потерпела и повез ее на машине в Гомеле и наездил аж 200 километров, каб получить рецепт нужной таблетки. В Реческой поликлинике сказали, что нифига про этот случай не знают и положили трубку. Будьте здоровы! А зараз доголовных новин Украины. Надпись у столичным лифте еще Раблю Ахмед оказался фейком. Крупномасштабное журналистское расследование в выгляде звонка показало, что по указанным номерам у объявлений оказался не Ахмед. Журналисты чекают премию за профессионализм и следшее мастерство. На данном этапе визовых переговоров с ЕС Беларусь находится в уникальной ситуации, заявил Муд. Ну тут написано Муд. Хай пишуть правильно, все в эфир. А МИД что это? Идиотских дел. Все, Муд написал, Широжев, все Гудбай, уволен. Редакция расшифровывает. Уникальная ситуация это то, что срака офицейных улад помеж Западом и России еще не разорвалась, но стремительно идет в этом направлении. Конституции Беларуси исполнилось 25 годов. Зачем нужен этот документ? На какой он распространяется? И почему он до сих пор не продается в киоске вместе с болтом? За четверть века так никто и не ведает. Но мы вас еще ровно виншуем. не надо это орган который сами знаете кто кладет на Конституции уже 25 годов. МИД МИД Беларуси дал ответ российскому послу Бабичу заявив что он подающий надежды счетовод начинающий бухгалтер и не видит разницу между федеральным округом и незалежной державой. У ответ российский МИД призвал Беларусь уважать Бабича. Чай с малиновым вареньем задавща закономерным вопросом. Уважать Бабича это феминизм. Владимир Путин помер. Ура! Черт это не помер он нифига. У набережных Челнах местные жихары установили натуральную могилу Пучина. Путин похоронил свободный интернет жихары Челнов похоронили Пучина. Одного активиста за эту акцию вскоре оштрафовали. А была могила настоящая не оштрафовали бы. Перси хотя бы не при нас. Ну шо это такое. Добрый шнурники над верным среш. Наталья Эйсмант на бещеде с ОНТ заявила, что сами знают че кто это. Уму непостижимый крытылщик и приблизиться к его уровню генерации идей невозможно. Тут могла бы прозвучать еще шутка про чрезмерное вылизывание кое-чего у кое-кого. Но тут мы вспомнили. Наш солнцеликий заставлял башлять государство за то, что ты не работаешь. строить АЭС в Краине и пережила Чарнобыльскую катастрофу и прямо на камеру суе свою морковку этому как его чигару чигару вы можете приблизиться к такому уровню? Мы не. Но и наверное не надо. Законы у нас супер демократичные и демократии у нас какой нет нигде в мире. Угадайте про какую страну идет разговор про ту самую у которой президент сказал что лучше быть диктатором Джамгеем вообще мы трохи запутались у нас диктатура чи демократия чи може диктократия пишите ваше значение в комментариях. Конец Газманова в Донецку проваливща Конец концерт черт Концерт Газманова в Донецку проваливща с самим Газмановым Чудовищная фиаско случилось с артистом во время выступления у ДНР По нашей информации Улады Народной Республики обвинили у случившихся диверсантов НАТО и спецслужбы Израиля и Рыкьявики В качестве ответной меры в тот же день уничтожено 500 килограмм санкционного сала У интернета появилось фото новейшей суперсекретной разработки российских оружейцев Распроцовка называется под кодовым именем Ужас Хунты 2019 и призвана оказать на противников психотропное воздействие Шелябинцев Ужас страна готовится в едином порыве к войне с Заходом Только пятая колонна будет думать об том как набить себе желудок дармовой едой стыранной уроджины Милиционеры признали что их неплохо так подгорело от акции Миколы Дедка Я экстремист Засрать хэштег публикациями им показалось мало и они создали фейковую страничку Миколы Дедка и от его имени пишут там усялякую дич На этом будем развитываться Всем великий дякую за прогляды Гладче собачек не отбирайте у их подушки